Офигеть, контейнер валялся. Всем привет, зрители и гости моего канала, с вами Ромик. О, я только что завалил джаггернаут, а сейчас мы встанем. Это второй режим от разработчиков. Карта вот такая вот странная, с Новым годом. Значит, тут одиночный джаггернаут, плюс голды падают, очень сильно повышенные. Определенно. Повышенные. Я, честно говоря, не знаю, как тут джаггернауту вообще жить, потому что тут просто... Не понимаю, вообще меня это не бьет, всем плевать? Или как? Давайте пока попробуем понять. Не попаду, бывает. Так, я немножко хочу... ГГ. Так, ладно, что-то я запутался. Меня сейчас убьют, наверное. У аптека. Короче, что в этом режиме будет... Все, меня убили, отлично. Что в этом режиме будет, сейчас где-нибудь скрин появится. В начале вы даже увидите без голоса моего фрагмент, где я бил джаггернаута, и там упал контейнер. Я не обратил внимания, что там контейнер вывалился. И начал бить джаггернаута, и поэтому контейнер проразевал. Вот. Я уже сказал, что мне эта карта не очень нравится, потому что она какая-то, ну... Ну, знаете, это топорная карта, даже не форест, ёлки какие-то, блин, ну... Могли, конечно, найти тимурь, конечно, ёлки более реалистичные. Но я думаю, они будут, когда будет новая графика. Пока только песочница будет ремастер, да. И когда будет новая графика уже во всех картах и новогодних, тоже будет нормальная ёлка. Вот. Кстати, песочница ремастер будет в третьем у нас режиме. Я его тоже сниму на канал, обязательно выложу. Параллельно продолжаю собирать контейнеры за челлендж, за... Ой. За челленджи, за другие там задания всякие. Просто бесплатные контейнеры. Будет открытие где-то к середине января, выйдет оно на канале. Пока даже не пробовал открывать ещё. Так, она будет аккуратно. Так, спрячемся. Уйди. Убили. Голд! Попробуем взять, но тут сложно точку увидеть. Точку, да, я пропалил точку, но взять будет очень сложно его. Тут же ракета падает, то есть, как бы... Такое, знаете себе. Ракета не спасёт. Тоже сильно постараться. От греха подашь поставлю бомбор. О, по-моему, упал ящик. УПАЛ! Взять! Не взял! Хотя пытался. Как-то странно все здесь играют, на самом деле, потому что... Ну, странно, короче. Типа, вот я был джиггернаут, и меня не били сначала. Потом... Тут не... Игроки, наверное, сами ещё не понимают, что им надо. То есть, голды, джиггернаута бить, других бить, слишком много всего. Вот я же гернаута буду бить. Ух ты! А то он прилетел. Ага. Ну, понятно. Что он у тебя... Он конт... А, нет, ты сейчас кристалла была. Блин, что-то меня дёргает сильно. Вазп очень вообще нестабильный. Тяжело в нём играть, конечно. Так, ты у нас забаговал. Ты мой килл. Я много нары. Это мне хорошо. Мой дрон лечит мой корпус. Просто любой дроп, который я подберу, это... Если не забьют, смотрите. Вот, подбираю, например, в нетру. Оп! И фух, и по себе. И так с любым дропом работает. Но я здесь, в принципе, не так уж и плохо, потому что у меня в какой-то веке... Оп! Я не завалю, наверное, не хватит сил. Да. В какой-то веке у меня фул... О, голд. Фул корпус, фул пушка. Видите, модуль почти фул. Причём их четыре. Я тут... У нас тут не так много с четырьмя модулями сидит. Не бей меня. Не бей меня, чудила. А где голд, если падать? Потому что я точку не понял. Ладно, держись, не здорово. Мой килл. А где голд, я что-то так и не понял. Где-то выпал он. Но где-то не в центре. Так, блин, это вызывали. Я не очень плохо иду, смотрите. Ну да, нормально, нормально. Не на первом месте, но достойно. Вот. Первый у нас, если кто помнит, первый режим тоже есть на канале. Это снежки. Голд. Вот второй режим. И третий тоже будет. Сочи, мастер уже говорил. Он будет на канале обязательно. Я бы засниму для вас. Выложу. Так, ищем точечку, аккуратненько. Ой, ёшкин. Ножик-попердожик. А там джиггернаут. Грёбаный. Так. Моё, моё, моё золото. Какой? А, ну понятно. Он на своём читерском ускорении катается. Ну, там вроде дрон даёт ускорение, не знаю, сколько там, 25%, 30%, 40%, 50%. Короче, просто он быстрее в фулову вас по нанитре. Ну, то есть. То есть, как говорится, если раньше голды, это была часть игры, да. То есть, ты просто играешь, например, там, диктатор, вас, неважно. И ты берёшь голд, например. Так, уйди. Уйди, криворучка. А, у этого повышенная ДД. Ну, то есть, у него увеличен урон. От ДД класс, да. Без радости. Даже не успею обижаться. То сейчас специально берут люди корпуса, которые быстрее, корпуса, которые летают. Ну, короче говоря, это не прикольно, потому что вместо того, чтобы мы просто между собой все играли, а голды брали более везучие, сейчас голды берут те, кто специально к этому готовится. Летающие корпуса, да, вот эти читеры. Потом, кто там ещё у нас. Вот на Нитре, которые. Ну, это просто не прикольно, потому что, получается, они специально приходят на эту карту брать голды. Но голды, голд, должен быть просто часть игры. То есть, не специально ты зашёл на карту, чтобы голдиков половить. Ты зашёл на карту, чтобы поиграть и половить голдиков. Но, к сожалению, когда разработчики понаводили всякого барахла, а именно дроны... На тебе. Не я? Обидно. Дронов... Устройства не знаю, устройства не сильно влияют. Больше дроны, конечно. Да, овердрайвы тоже. Вот. Стало играть, конечно, не так приятно, как раньше. У этого повышенная защита. У этого датака. Ну, короче. А у меня ничего повышенного нет. У меня дрон... В общем, командный. Это инженер. Есть ещё снабжение, но он не качанный. Так вот, короче, есть у меня... Вот это инженер. Он командный дрон. Дрон поддержки. Ха, лол. Вот. Он, короче, раньше раздавал нару всем, да? Когда я подбирал. И сейчас он всех лечит, если я подбираю дрон. Что ещё он имеет? Ну, вот он меня лечит. То есть, в принципе, достаточно неплохая вещь. То есть... Неплохая вещь, на самом деле. Но... Он не позволит мне голды отживать. Не дрон. Вот обидно немножко, потому что хочется, чтобы все были в равных условиях. К сожалению, разработчикам это плевать, в принципе. Они спешил сделали какие-то плюшки для тех, кто берёт голды. То есть, голдоловы. Ну, если раньше голдоловы, это были специальные игроки, которые мультили в битвах. Но в основном они мультили в ДМ. Там как бы мультить-то нельзя, по сути. Вот. Хотя бывали и мультили и в командных, конечно, битвах. Ну вот. Но они просто ходили либо на диктаторах, либо на чём-то другом ещё. Не помню. Говорят, давние были времена. Может, там, ну, подсадки всякие. Ну, короче, вот. Но в целом у них не было каких-то особых преимуществ. Только может какое-то везение. Может, смекалка какая-то. Я не знаю, там, хитрость. Помощь. Но здесь же они чисто имеют базовое преимущество за счёт вооружения. Вот. К сожалению, уже как раньше не получится. Голдик взять и в катке подгибать. Убьёт меня? Я, в принципе, неплохо иду. Хотя можно лучше. Но тут надоели. Все меня кто-то целит постоянно. Секу. Вот чё ты меня бить начал? Ну, я тебя не бил. Мудила. Вы смотрите, одно подавление, другое подавление. И голд. И это... Да, обычный 1000 кристаллов. Идиоты. Один меня долбанул, другой долбанул. Взял в итоге третий. Хорош. Вот это тактика, знаете. Ну, тактика идёт. Ладно. Мы пока без голда на этой карте. Может быть, возьмём в песочница ремастер хотя бы один голд. Потому что там не будет таких мудил. Таких вот. Которые имеют преимущество за счёт... Рано думал бы, кому-нибудь имеют преимущество вооружения. Хотя... Опять же, чтобы не было преимуществ, надо просто отключить дроны и устройства. Даже модули оставить можно. Это... По скольку, по стольку. Не слишком опасная вещь. Но вот... И мешающая. А вот дроны и устройства... Это да. Это правда такая вещь, которая... Я не понял, у тебя не было здесь. Чего ты припёрся, ё-моё? Заняться больше нечем. Вообще, обычно в таких катках... Ну... Ух ты. Вовсики убили. Да я не знаю, по счёт чего он так долго жил. На самом деле, поскольку... Насколько я знаю, у всех джигернаутов хп одинаково. Неважно, какая у тебя прокачка была изначально. Волт. Но я думаю, смысла брать его нет. Просто потому, что... Какой-нибудь дятел припрётся. На самолетающем корпусе. Или... Например, кто-то ещё с этим придётся повозиться. Должен пойти завалить его, да. Вот. Жига тут припёр... Ух ты. Это не Жига. Это жига мне так. Очень хочу себе... Знаете, какой модуль от критического урона? Он будет мяч... О, я джигернаут. Ай, джигер... А как я джигернаутом там нечего? Я никому не убивал. Хз. Как жить? Так, 50 секунд. Может, я не проделал? Наверное, с тесловодом... Вот так вот в открытую идти бесполезно. А, ладно. Блин, тупая карта, даже спрятаться негде. Как жить хз вообще? Ну, и... А, ну-ну-ну. Понятно. Я не думал, что у него, на самом деле, в овердрах он, скорее всего, заюзал свой резервный, как у меня, вот 10 штук. Но просто я не вижу смысла вязать. Глупо, на самом деле. Ну, карта не под джигернаут, давайте признаемся. Это не джигернаут как-то здесь. Такую карту хорошо использовать в каком случае? Поставить... Вот все то же самое, убрать нафиг джигернаут? Куда это? Убрать нафиг джигернаут? Он здесь не нужен. О, это вот. Третье место. Нормально. Присловлю, что я обычный танкист. Без больших вливаний. Почти без вливаний. Без какого-то преимущества. То есть, у меня обычный вас по фриз, ничего такого. В принципе, неплохо. Очень неплохо. Ну, да, знаете, вот это классический уровень обычного танкиста, который играет почти 12 лет. Вот это. Все, что выше, это... Либо донатеры. Ну, видно, что у них и выше GS. Либо это какие-то чуваки, которые используют... Новые штуки, которые разработчики выкатили. Большая разница, но все беспрямо сидят, да? Здесь 2000, 5000, 2000. Как много звезд пораздавали в глянтиках. По три звезды сколько получили. Ладно, спасибо, что посмотрели. Вы увидели новую карту. К сожалению, ролик выйдет, скорее всего, завтра. А завтра у нас, 3 января, уже карты не будет. Но хотя бы вы ее увидели на канале. Мы все. Всем удачи. Ждите открытся контейнеров. Но перед этим, конечно, будет у нас песочница зимний ремастер. Все. Всем пока.